Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Или есть другие причины? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok тех или иных решений. То есть, если мы видим, что это решение неправильно, мы его корректируем, подсказываем и так далее. А в данном случае Денис видел, что Денис сделал большое количество замен, они были уже в этот момент свежее, легко проходили середину поля, у нас задача удержать счет, это очевидно, да, то есть он просто остался в той зоне, в которой был в этот момент максимально эффективен. Поэтому это на 100% его решение, и оно было хорошее. По первому тайму показалось, что Дергачев немного неуверенно, да, действовал в воротах, играл. По второму тайму уже намного все происходило лучше. Вопрос такой, какой оценивший группа Тая, и получит ли в следующем матче шанс Александр Гутер со Станцом? Я не буду, поймите правильно, обсуждать вопросы, кто получит, кто нет. Во-первых, я не готов на это ответить прямо сейчас, потому что прошло 30 минут, да, то есть игра не самая простая. Во-вторых, да, Слава, откровенно говоря, выглядел в какой-то момент неуверенно. Это пошло в большей степени после эпизода, когда он попытался обыграть игрока, да, там, ну и после этого видно было, что он упростил свою игру, и плюс там был неудачный выход, но самое главное, что он нашел в себе силы в перерыве собраться с мыслями, это самое важное. Это вратарь, который не провел там ни прошлый весь сезон, там, ни этот, у него буквально несколько игр, да, и при всем при этом нашел в себе эмоциональные силы для того, чтобы собраться и достаточно хорошо провести второй тайм, все-таки от вратарей идет большая уверенность, поэтому хорошо, что то, что было, закончилось для нас благополучно, мы не пропустили этот момент гол, но при этом очень важно, что наш вратарь, с точки зрения, может быть, эмоционально за счет этого эпизода вырос. Еще вопрос. Кирилл Петрович, как вы настраивали команду на класс, какие слова говорили? Ну, тут особо нечего говорить, то есть сказали, кто больше так, если примитивно и простым текстом, кто больше будет хотеть, кто-то победит, кто будет больше бежать, терпеть, кто-то победит, то есть отступать нам некуда, там, слишком много очков потеряли, там, понятно, что игра с Динамо, она в особняком стоит, то есть, ну, все больше такое эмоционально, поэтому оно, в принципе, по первому тайму видно было, здешняя все равно напряженность действий наших игроков, поэтому это было связано, понятно, с теми вещами, что они для теоретики были Динамо, но и за счет этого, как я сказал, сама по себе игра по содержанию была такая слабенькая. Еще один вопрос. Можно понять, что, наверное, по последним матчам такая мера вынужденная, но у вас не первый раз Нечаев играет в центре обороны, как его оценить в новом плане достаточно? Хорошо, он справляется, он не без огрех, конечно, но он справляется со своей задачей, и это только в плюс ему, потому что, когда он будет играть дальше, соответственно, он сможет приносить команде пользу больше, потому что появляется вариативность, плюс он лучше понимает специфику действий одной и второй позиции, что, в принципе, улучшает его понимание игры, то есть я доволен, чем он большой профессионал, он старается, он выкладывается, он готов сделать все, чтобы сборной помочь, вот, и все, что необходимо, для страны в том числе. Кирилл Петрович, с победой, прежде всего, по состоянию Кудровца, Боне и Гричиха, можно ли что-то сейчас сказать, насколько скоро восстановится и будет готовым? Ну, Кудровец нельзя сказать по Гричихе, думаю, что после паузы сборной, а может быть, даже к Нафтану уже сможет, вот, по поводу Боне, ну, там, сейчас решаем еще, то есть сейчас процедура идет, понимание того, может или нет, то есть они смотрят врачи, доктора, то есть оценивают, стоит ли риск для того, чтобы чуть форсировать реабилитацию или нет. Еще вопрос, если позволите, не по игре, есть ребята четвертого года, да, которые в арендах, насколько вы плотно следите за их наступлением в других клубах, насколько они у вас там приятны или неприятны отзагляют? Ну, слежу за всеми, вот, по возможности смотрю игры, дабы сейчас это просто достаточно сделать, вот, все добавили, сто процентов все добавили, поэтому молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok